Поделюсь-ка я наболевшим. Стала меня волновать журналистика, не только украинская. Почему? Потому, в кровавом теракте в Париже, как минимум, один человек участвовал, у которого обнаружены документы с острова Лесбос. Документы с острова Лесбос, такая бумажка, которая дает право, по сути, пересекать множество границ в Евросоюзе. Это безвизовый въезд для беженцев. На Лесбосе расположен колоссальный, это перевалочный пункт, как раз таки для беженцев. Но, интересно что? Я эту бумажечку показывал в своих видео. Я показывал ее в одном видео, объясняя, что это такое. И я показывал ее в другом видео, также объясняя, что это за бумажечка, какие права она дает своему обладателю. А неприятность в чем? В том, что в бумажечку вписываются данные от балды. То есть, человек может сказать, я водитель школьного автобуса, в Сирии водил школьный автобус, ему записывают водитель школьного автобуса, Мухаммед Альбахи. И вот записали, он сказал, год рождения, все такое, все. Эта бумажка заменяет паспорт, и человек начинает передвигаться вглубь Евросоюза. Я об этом рассказывал. А кто еще из журналистов об этом рассказывал? Кто-то еще рассказывал о том, как просто человеку, который мог быть кем угодно у себя на родине, попасть в центр Евросоюза? Рассказывали, да? Вторая штука, которая меня взволновала, скажем так, это лагерь в Кале. То есть, он загорелся. Не все знали, что он загорелся. Но отдельные СМИ, причем СМИ с именем, серьезные СМИ, сначала начали писать, что это, скорее всего, фейк. Он не горит. Он горит, люди видят, но пишут в серьезное издание, что он не горит. Потом, чуть позже, когда уже стало глупо отрицать, что он сгорел, начали говорить, что это короткое замыкание, там, что-то с зажигалкой кто-то там обращался. Короче, он сгорел, это не поджог. А почему так начали сообщать? Для того, чтобы не вызывать, ну, лишние телодвижения. Понимаете, неправильно это, что пришли люди и сожгли лагерь. Ну, как-то нехорошо это сообщать. А что это, выборочное сообщение информации? Это же ведь, ну, так СМИ не делают, а? Мы покажем вам, как горел лагерь. Нам пришлось вернуться для того, чтобы посмотреть на это кошмарное зрелище. Пожарные, полиция тщательно обследовали территорию и не могли понять, что происходит, а потом поняли. Они искали трупы. Они думали, что существует какой-то криминал, то есть, что кто-то прятал следы преступления. Они искали трупы. И все, что было похоже на трупы, они переворачивали. Если не находили, то шли к другому месту. Пока еще не вполне понятно, где будут находиться беженцы после того, как лагерь сгорел. Но, вполне понятно одно, что беженцы не оставляют, или люди, которые называются беженцами, не оставляют своих попыток перебраться в другие страны, в частности, в Британию. Они по-прежнему ищут грузовики. Они по-прежнему пытаются останавливать автомобили. Мы будем продолжать эту тему. Обязательно. Редактор субтитров А.Семкин